Ритуалы навстречу зимы Ритуал в конце осени, самое начало зимы делаем. Приносим дар, говорим заклятие. Беды обойдут, зима будет радостной и спокойной, и прибыльной. Ритуал в темноте. Первый вариант на очень счастливую денежную зиму, к морозу. Принесите на трех черных алтарях на лук местные ягоды, можно несъедобные, можно рябину. Или делаем дома на алтаре, после отнесите в лес или на лук, сказать. Мороз, в начало зимы, угощение прими. Морока и погода угости. Пошли мне зиму счастливую и денежную пошли. Сколько снегов в мир приведешь, столько денег мне пришлешь. Тебя просил и заклинал, и маг к тебе взывал. У меня это клюква, это местные ягоды, скажем так, их широт. Вы выбираете, можете любую. Если у вас клубника идет сейчас, ну давайте клубнику. То, что у вас есть или что вы можете купить, но предпочтение, если вы покупаете, отдавайте. Каким-нибудь местным, можете рябины нарвать. Но в данном случае не шишки. Именно пойдет рябина, облепиха, то, что в это время идет. Морок и мороз. В данном случае мы обращаемся изначально к морозу. Мороз, с него же Деда Мороза делали. Это славянский бог, я по нему сделала отдельный обзор. Он именно приносит подарки. Он делает радостный год. Их праздник, как и морока, 1 января. И погода, это славянский бог погоды, он же бог судьбы славянский. Вот на переменах сезона всегда обращаемся к погоде. Я даже не знала, что он бог судьбы. Но всегда нужно обращаться к погоде. Это правило и заранее. Так что именно где к погоде, лучше пораньше обращаться. Но и в середине декабря вы успеете. И просите, что для вас счастье.